Ежегодно 27 мая в России отмечается профессиональный праздник библиотекарей. Торжественное собрание прошло в городской библиотеке имени Старцева. На это мероприятие побывала и наша съемочная группа. Российские библиотеки вносят огромный вклад в просвещение общества, науку и культуру. День библиотекаря – это праздник не только самих работников книжных хранилищ, но и их посетителей. В этот день звучат искренние поздравления в адрес всех людей, связавших свою профессиональную деятельность с библиотекой. Заместитель главы администрации Дмитрий Ганшин посетил торжественное собрание Фокинской городской библиотеки и поздравил сотрудников с их профессиональным праздником. Действительно вы заняты очень большим, нужным и важным делом. Делом, скажем так, просвещения нас, детей в особенности. Потому что ни одна компьютерная программа, ни один электронный носитель не заменит вот этого книг, вот этих букв, вот этих помятых страниц, которые несут, от них веет только теплом, и тем хорошим, добрым, честным, что должно быть присуще каждому человеку. Вот. И в этом, конечно, ваш очень большой вклад. Вот. Хочу передать слова, поздравления главы городского округа, главы администрации, вручить благодарственное письмо. Спасибо. К теплым словам в адрес сотрудников библиотеки присоединилась и начальник отдела культуры городского округа. Светлана Давидюк отметила деятельность библиотеки имени Старцева, также в области краеведения и туризма. Вячеслав Островский, наш известный краевед и общественный деятель, передал дар библиотеке экземпляр книги «Знаменитые люди Черноморского флота» профессора Виктора Елтуховского с личной подписью автора. Историков, итак, эта книга, я надеюсь, будет интересна. Она персонально подписана Виктором Михайловичем для библиотеки, для вашей. Поэтому выполняю это поручение, доложу ему, что задача выполнена, я вручил. Спасибо. С поздравлениями в адрес виновников торжества также выступили руководители предприятий и организаций, с которыми городская библиотека тесно сотрудничает на протяжении многих лет. Члены профсоюза получили материальное поощрение к празднику. Сотрудники библиотеки были отмечены грамотами в различных номинациях. Панченко Наталья Александровна. Благодарность в номинации «Настоящий менеджер» за безупречную организацию «Дело за умение воодушевлять коллег». Пожалуйста. Она называется «Солнечная светлость. Книжные премудрости». Сегодня печатные издания постепенно отошли на второй план, уступив лидирующей позиции своим электронным собратьям. Виной всему эпоха интернета с его огромными возможностями и потенциалом, которому нет предела. И все-таки интернет не в силах подарить то удовольствие, которое мы испытываем, перелистывая страницы живой книги. Люди, которые хорошие старшего поколения, они, конечно, как читали, так и читают. По поводу детей. Дети, к сожалению, сейчас, конечно, меньше стали читать. Но, тем не менее, также наблюдается такая тенденция, что дети приходят с мамочкой, как только рождается ребеночек, до школьного возраста, с мамочкой и в библиотеку. То есть это еще зависит от культуры взрослых. Я хочу сказать, очень положительная тенденция нашего города, что дети в библиотеку идут. Мы проводим для этого, конечно, все и мероприятия. Мы идем в детские сады, в больницы, в родильное отделение, и где можно, пропагандируем книгу, чтобы люди шли в библиотеку. Суть работы библиотекаря заключается не только в быстром нахождении интересующей вас книги и в последующем возвращении издания на свое место. Библиотекарь отслеживает состояние книг, принимает участие в пополнении книжного фонда, организует и проводит различные мероприятия с читателями, прививают людям любовь к литературе, повышает роль книг в историко-культурной, социальной и политической жизни населения.